Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня для всех женщин женского пола эндометрит. Это гинекологическое заболевание, воспаление слизистой оболочки матки. Более подробно, уважаемые женщины, анатомические сайты вам в помощь. Пожалуйста, посмотрите, что они вам поведают. Бывают гинекологические заболевания, извините, воспалительные слизистые оболочки матки. И не только. Вирусные, грибковые и паразитарные. Так говорит нам западная медицина. Но западная медицина очень хорошо подметила, что эндометрит – это следствие слабого иммунитета. Женского иммунитета. Либо женской гинекологии. Кто-то скажет, ну вот как это иммунитет? Женская гинекология. Очень просто. Помните, у мужчин эта потенция определяет мужчину сильного. А женщину определяет, что очень хорошее гинекология, в хорошем состоянии. Когда она плодовитая, когда это состояние прекращается у женщины, она начинает стареть. Организм. То же самое и у мужчины. Уведает, так скажем. Не стареть, а уведает организм. Но вот здесь мы подметили сразу и сказали, что западная медицина сказала, что это иммунитет. Потому женщины, уважаемые, милые, всего лишь навсего нужно, чтобы поднимать свой иммунитет. И помните, почки в поднятии иммунитета играют огромную роль. Почему? Первое – это наследственная энергетика. Это то, что вам передал женский рот по колену. И чем сильнее почки, тем сильнее ваша гинекология. Чем слабее почки, тем слабее гинекология. Не забывайте, что меридиан почек, пожалуйста, пунктирная линия мы смотрим, все контролирует от пупа до промежности. От пупа до промежности. Все вот эти органы контролируют, мы показали, меридиан почек. Но не забывайте, что Восток Делатунка и восточная философия, восточная медицина относит к гинекологии еще меридианы поджелудочной железы и печени, и почек. Вот три меридиана, которые полностью формируют иммунитет женской гинекологии. И помните, матка на 100% зависит не только от меридиана почек, которую я вам показал, но еще от меридиана поджелудочной железы. Вот, пожалуйста. Восстановите, либо восстанавливайте этих меридиан в норму, либо содержите их всегда в тонусе и в норме. И гинекология у вас будет в норме. Но не забывайте, в Востоке, еще раз повторюсь, дело тонкое, и восточная медицина не рассматривает эндометрию. Она рассматривает полностью в комплексе, что весь организм как единое целое. Все 12 меридианов, если они сильный, сильный человеческий организм. Если они слабы, слабый человеческий организм. То же самое это относится и к иммунитету. И данная точка В23-шельшу на первом этапе вы можете использовать, как снять воспалительные процессы. Но не значит, что точка наладит вам работу матки. Нет, нет, нет. Вот тут включается уже система 12 меридианов. Все воспалительные процессы мы можем снять с помощью данной точки, расслабляя ее. А наладить иммунитет гинекологическим ударом мы можем только с помощью, что восстановление всех 12 меридианов в норму. Тут напрашивается диагностика 12 меридианов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...